Соединенные Штаты Америки продолжают введение экономических санкций против России. На данный момент в черном списке Вашингтона уже 10 отечественных банков. Вашингтон анонсировал введение полных блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Среди обязательств заморозка активов финансовых учреждений, введение запрета на сотрудничество с определенным кругом лиц и отключение онлайн-приложений банков из App Store и Google Play. Исключение банковских приложений из Google Play и App Store в принципе неприятная ситуация для банков, но отнюдь не смертельная. Существуют и альтернативные способы скачать приложение, например, с сайта самого банка. Приложение является не единственным способом онлайн-доступа к счетам, картам и прочим банковским услугам. На данный момент любой клиент может воспользоваться онлайн-банком, к которому может получить доступ через обычный браузер. Компании, попавшие под американские санкции, становятся нежелательными для Запада. Банки из специального черного списка лиц отрезаны от международных отношений, ведь по законам США все, кто вступит с ними в сделки, сами попадут под санкции. Также блокирующие санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка ввела и Великобритания. При этом как Сбербанк, так и Московский кредитный банк сообщают, что санкции не повлияют на клиентов. Роберт Хасанов, Универньюз.